Самая древняя порода собак в мире. Обзор. Собаки сопровождают человека несколько тысячелетий, считается самыми древними за домашненных животных. Они использовались для охраны скота и жилища, в военных действиях принимали участие в кровопролитных боях. Есть среди собак охотники, пастухи, поводыри. Но по сей день точно не установлено, какая самая древняя порода собак. За этот почетный титул соревнуются несколько разновидностей. Когда появились собаки, существует несколько теорий, которые пытаются объяснить, как появились псовые. Известно, что у них был общий предок, ныне вымерший, а в ходе эволюции ветвь разделилась на несколько направлений, среди которых выделились собаки и волки. Первые решили жить рядом с человеческим жильем, воспользовавшись люсами и минусами одомашнивания. Очаровательные львята, представители породы Ши ТЦУ, считаются одной из самых старых пород в мире к сведению. Постепенно естественный отбор позволил появиться огромному количеству различных пород, среди которых есть большие, средние и мелкие. Существует и полифилитическая гипотеза, согласно которой у различных пород были разные предки. Точное время появления псов неизвестно, ученые полагают, что одомашнивание началось в период раннего каменного века, следовательно, появление еще раньше. Описание 14 самых древних пород собак. На данный момент невозможно точно ответить на вопрос, какая именно порода появилась раньше других, вполне возможно, что до сегодняшних. Ни она не дошла, даже в измененном виде. Однако наскальные рисунки и особенности культуры аборигенных народов помогают определить, какие древние собаки составляли человеку компанию в прошлой эпохе. Ксолоидсуинтли – самая первая собака в мире, как полагают многие исследователи, это мексиканская голая собака или ксолоидсуинтли – ксоло. Она была компаньоном и верным помощником индейцам племени майя, почиталась ими как священное животное. Однако в голодные времена эти псы вполне могли пойти в пищу. Собаки родом из Мексики любимы во всем мире, но особой популярностью не пользуются, порода относится гритким. Обратите внимание, отсутствие шерсти делает ксолоидсуинтли отличным питомцем для аллергиков, однако содержать голого пса в условиях России непросто. Важно защищать питомца от сквозняков. Солюки – эти элегантные животные относятся к одной из самых древних пород собак. Солюки, как и некоторые другие борзы, признаются мусульманами, в то время как прочие псы, включая бульдогов, йоркширских терьеров и тайских риджбеков, в исламе считаются нечистыми. В арабских странах породистая солюки может стоить дороже, чем горделивая скакун. Самоедская лайка и история этих собак началась на севере примерно в 11. Самоеды составляли компанию, кочевым племенам помогали на охоте. Относятся к группе шпицев, белоснежный и пышный мех с густым подшерстком и хвост кольцом – главное украшение этих животных. Басенджи – удивительное животное, которое никогда не лает, это собака Басенджи. Раскопки на египетской земле помогли обнаружить несколько мумий-псов, относящихся к данной породе. Это свидетельство того, что животные пользовались любовью еще во времена фараонов. К сведению, легенда гласит, что возможность родовать голос Басенджи утратили, чтобы сохранить навсегда тайну. Акитейну – это одна из самых старых пород собак, родиной которых является Япония. Отличается добродушным нравом, хотя очень упрямо и своенравно. Хатика – герой одноименной ленты, пес, ставший олицетворением собачьей преданности – это именно Акитейну. Обратите внимание, густая шерсть с подшерстком нуждается в регулярном вычесывании. Акитуину – японская старинная порода, которая постепенно начала завоевывать мир аляскинский маламут, несмотря на то, что аляскинских маламутов можно назвать старшими братьями и многих более молодых пород – официальное признание в международных кинологических ассоциациях. Они получили только в 1935 году. Внешним видом они напоминают хаски, но гораздо крупнее и тяжелее последних. Обратите внимание, маламуты являются аборигенными собаками США. А афганская борзая – это домашняя собака, входит в список самых старых пород в мире. Как следует из названия, родиной является Афганистан, где борзые использовались для охоты на зайцев, волков и газелей. Отличаются длинной шелковистой шерстью, за счет которой животные могут спокойно жить в горах. Пекинес – одни из самых древних собак. Пекинесы пользовались почетом и уважением в императорских дворах Древнего Китая, каждый такой песик имел целый штат прислуги. Пекинесы настолько ценились, что за кражу собачки наказанием была смертная казнь. Высота в холке всего 25 сантиметров, но значимость породы этот факт не уменьшал. Пекинесы – китайские собаки, которые очень красивы и оригинальны. Усибаину – еще одна старинная японская порода. Усибаину развиты охотничьи инстинкты, поэтому гулять с таким питомцем можно только на поводке, так как вагоне за потенциальной. Дичью пес может убежать и быть украден. Очень привязаны к своей территории и не потерпят нахождения на ней взрослого пса своего пола. Обратите внимание, несмотря на ум и сообразительность представители породы очень упрямы и непослушны, поэтому не подходят к содержанию новичкам. Сибирский хаски – этот породистый пес отличается привлекательным видом и пронзительными голубыми глазами. Несмотря на очарование, хаски перестали пользоваться любовью собаководов из-за своего упрямства и нежелания слушаться. Для социализации дрессура этих собак нужен волевой и опытный владелец, желательно, чтобы он уже работал с трудными породами. Удивительно, но удалось вывести несколько гибридов, одним из предков которых были хаски. Тибетский терьер – этот небольших размеров песик родом из Тибета, работал при храмах Вари с гигантским тибетским мастифом. Увидев недоброжелателя, крошка терьер подавал голос, призывая крупного мастифа, который одним своим грозным видом заставлял воров пожалеть о своих недобрых намерениях. Чао-чао легенда гласит, что однажды собака этой древней породы лизнула небо, отчего и приобрела свой удивительный язык. Особо покладистым нравом Чао-чао не отличается, но внешний вид и сходство с медвежонком делают эту собаку весьма популярны во всем мире. Одна из самых красивых собак – Чао-чао – также считается старейшей шарпи и перевод названия породы кожи из песка. Анализ ДНК показал, что возраст представителей породы около 3000 лед родиной является Южной Китай. Изначально вывозить животных за границы страны было запрещено, они выполняли функции сторожей. К сведению, смена власти стала причиной того, что собак посчитали признаком роскоши и подвергли массовому уничтожению. Сейчас шарпи внесены в Красную книгу. Шито-целуэто – небольшие собаки-компаньоны с длинной шелковистой шерстью. В переводе название означает «львенок». Своим внешним видом они напоминают снежного льва – один из символов буддизма. Анализ ДНК – кластер самых ранних пород. Современная наука дает возможность получить полезные сведения касаемо того, какую породу собак в мире можно считать самой первой. В частности, используется анализ генетического материала. Исходя из этого все породы разделили на 4 кластера. В самый старый из них входят древнейшие салюки, породи более 5500 лет – Акитаину. Возраст собак примерно 4000 лет – Бас Синджи. Породи от 3 до 4000 лет – Самоекхаски, Маламуты от 3000 лет – Элхаскиапса, Шито-Цу, Сибайну, Тибетский терьер от 2,3 до 2,8 тысячи лет. Салюки – самая старая порода собак. Этот факт доказан научно. Таким образом, проведенный анализ генетического материала позволил ответить на извечный вопрос, какая порода собак может считаться древнейшей. Эта салюки, но это отменяет тот факт, что она чем-то хуже или лучше других разновидностей. Осонева субтитрова Корректор субтитров Б.Мал� published М.Лосева субтитрова